Новая ледовая арена спорткомплекса в Краматорске, областной диагностический центр в Славянске, строительство дорог на Донбассе и реорганизация железной дороги. Это все в рамках проекта «Большое строительство». Программа рабочей поездки президента на Донбасс была насыщенной. Подробности у наших корреспондентов. Это новая ледовая арена в Краматорске. Объект входит в президентскую программу 25 спортивных магнитов. Строительство обошлось в более чем 100 миллионов гривен. Вместимость трибун свыше 400 зрителей. И все это не только для спортсменов. Жители Краматорска также смогут тренироваться на этой арене. В планах создание детской школы и хоккейной команды. Футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, теннисный корт, площадки для занятий воркаутом, тренажеры, территория для пляжного волейбола. Краматорск получил новый спортивно-оздоровительный комплекс. Мы это сделаем. Задача создать пять медицинских городков по Украине, поовещал президент. На данный момент в Славянске открыли областной диагностический центр. Тут новые кабинеты МРТ и КТ, отделение диагностической эндоскопии и экстренной хирургии. В строительство обошлось 330 миллионов гривен. Это потужная медичная техника, полуторатисловый магнитно-резонансный томограф. Диджитализация в деле. В диагностическом центре полная компьютеризация, в частности электронная очередь, с возможностью бронирования онлайн. Система электронной черзи. Творец, который проходит до университетного центра, может выразиться в послугу реадминистратора. Такое, что может самостоятельно, например, получить кидочек на остыжение. Оптимизация железной дороги. Донецкие филиалы хотели присоединить к южной железной дороге. Работники против. Президент заверил, реорганизация должна быть целесообразной и улучшать условия для сотрудников. Это лицеинтернат с усиленной военной подготовкой. Шесть лет назад заведение переместили из временно неподконтрольного Луганска в город Кременная. Здесь живут более двух сотен воспитанников. Чтобы лицеисты держали себя в форме, стадион, полоса препятствий, гимнастический блок – все это построено в рамках программы «Большое строительство». Наталья Тугузова, Телеканал «Дом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова